МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Критерии для резидентов территорий опережающего развития слишком завышены. Об этом заявил Рустам Хамитов на заседании Президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Сейчас в первый год работы резидент должен обеспечить не менее 5 миллионов рублей инвестиционных вложений и создать 20 рабочих мест. Таким образом, почти 95% местных микро- и малых предприятий отсекается от территории опережающего развития. По словам главы Башкирии, эту планку необходимо снизить минимум в два раза. Тогда войти в число резидентов смогут огромное количество малых и микропреприятий. И не принципиально, что регион может немного потерять на налогах. Отмечу, что на днях завершился Международный инвестиционный форум в Сочи, где участники делегации Башкирии заключили соглашение о сотрудничестве с Ульяновской областью. Также был подписан меморандум о сотрудничестве в области развития овощеводства закрытого грунта с итальянской компанией гидромеханика «Лукини». Мы видим, что есть интерес к республике, идет промышленность и хозяйство. Вот, пожалуй, два направления, которые сегодня интересны инвесторам в нашем регионе. И достаточно плотно мы ведем с ними переговоры. А я, как представитель торгово-промышленной палаты, как раз обеспечиваю эту связку между чиновниками и бизнесменами. В основном мы сейчас занимаемся сопровождением этих инвестиционных проектов для того, чтобы как раз минимизировать их риски при работе у нас в республике. Новым владельцам контрольного пакета акций Башнефти, новый старт приватизации которого был дан на минувшей неделе, вероятнее всего станет Роснефть. Такого мнения придерживается ряд экспертов. О возобновлении приватизации Башнефти рассказал первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. Он также подчеркнул, что Роснефть будет допущена к участию в конкурсе на покупку госпакета компании размером более 50%. Аналитики не исключают, что Башнефть может быть продана вообще без торгов за 325 миллиардов рублей. Рустем Хамитов в этой связи сказал, что такие партнеры, как Роснефть, республику в принципе устраивают. В то же время принадлежащие ей 25% акций нефтяной компании регион намерен сохранить. По мнению Рустема Хамитова, после приватизации Башнефть должна остаться самостоятельной. Ранее независимый оценщик Эрнстенд Янг оценил контрольный пакет Башнефти в диапазоне от 297 до 315 миллиардов рублей. Затем было решено отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет в 19,5% акций самой Роснефти, но теперь планы изменились. С формой приватизации Башнефти правительство пока не определилось. Ясно лишь, что продан будет весь пакет целиком. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Американская валюта по отношению к российской оценивается в 63 рубля 39 копеек, европейская – в 70 рублей 93 копейки. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка доллара в Башкомснаббанке за 62 рубля 90 копеек, продажа в Быстробанке за 63,29. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в Башкомснаббанке за 70,60, по продаже в Уралкапиталбанке за 70 рублей 94 копейки. Башкирия увеличила свои доходы от продажи государственного и муниципального имущества в первом полугодии на 26% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Так удалось заработать 8 миллиардов 150 миллионов рублей. При этом рост доходов неравномерный. По данным регионального Минзем имущества, поступления в бюджет республики увеличились вдвое и составили чуть более 4 миллиардов. А вот муниципалитеты потеряли часть дохода. В первом полугодии 2015-го они заработали почти 4,5 миллиарда, а в этом году на полмиллиарда меньше. Основную часть доходов региона составили дивиденды от предприятий. Это почти 3 миллиарда. На втором месте средства, вырученные за продажу акций почти миллиард. На третьем аренда земельных участков 330 миллионов рублей. Основной доход муниципалитетам принесла аренда земельных участков 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Продажа имущества почти 1 миллиард. Аренда нежилого фонда полмиллиарда рублей. Продолжение следует... Находящиеся в собственности Минземьимущества региона будут переданы туда как имущественный взнос. По данным на 2013 год в Башкирии было 10 700 таких объектов. Часть из них находится в собственности республики, а часть на балансе муниципалитетов. И о новостях пока все. Встретимся через час.